Галина Сайгушева из тех людей, которые научились управлять своим временем. Задумавшись однажды о том, сколько минут, а иногда и часов уходит на совершенно бессмысленные дела, она вывела формулу тайм-эджмента или рационального использования времени. Изначально нужно избавиться от пожирателей времени. Это телевизор, это залипание в соцсетях, ненужные какие-то разговоры и вообще, ну лень, человеческая лень. Галина взяла под жесткий контроль свои будни и стала использовать освободившиеся часы с максимальной эффективностью. И в результате появилось дополнительное время на хобби, на новые проекты повышения квалификации. На прогулке с ребенком, пока он играет, можно быстро просмотреть почту или даже прочитать несколько страниц книги в электронном формате. Главная изначальная цель – мотивация. А потом уже можно выстраивать вот свою систему экономии времени, эффективного использования. Даже вопрос, сколько не в количестве времени, а то, как мы его используем. Вопрос именно в мотивации. Когда человек хочет, он найдет время для всего. Но когда он не хочет, он найдет тысячу причин, чтобы это не делать. Для Галины мотиваторами стали дети, особенно младший ребенок, которому 5,5 лет. С ним нужно и погулять, и поиграть, и почитать. Когда все успеть, если есть еще работа и домашние дела. А детство – такой момент краткосрочный. Он так быстро проходит. И хочется по максимуму каждую минуту насладиться, пока дети маленькие, пока можно с ними открывать мир по-новой. Можно бесконечно долго рассуждать о нехватке времени и невозможности все успеть. А можно просто посчитать, сколько времени тратится впустую и начать использовать его эффективно. Суток всегда будет 24 часа. А уже от человека зависит, как рационально он сможет распорядиться своим временем. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.